Привет, друзья! Сегодня я хочу сделать небольшой обзор светодиодного прожектора. Это прожектор для пресноводного аквариума марки Triple H или Triple H, в общем, я не знаю, не важно. Почему я решил сделать обзор? Светильник довольно бюджетный, при высокой заявленной мощности. Производитель говорит, что он на 100 Вт, посмотрим сейчас, как он светит, и стоит всего там в районе 10 тысяч. Это для прессового аквариума, такие же модели есть для моря. Сейчас достанем и посмотрим, что там внутри. Такая вот моднейшая картонная коробка. Как бы это все сейчас не сломать еще. Значит, в комплекте сетевой кабель с евровилкой есть. Есть какие-то заверения китайские дядюшки Ляо, что это все будет работать, все по гарантии. Комплект крепежа, есть тросики в комплекте. Сам прожектор. Сейчас глянем его отдельно. Есть блок питания марки Minwell. Это очень круто, учитывая то, что сам прожектор, ну вот это все вместе комплект стоит в районе десятки, то сам блок, он штуки 4 стоит. То есть блок очень крутой. Он такой, айти 67 еще плотный, герметичный. Есть такая вот мандула для того, чтобы поставить ее на аквариум, на ребро. То есть он устанавливается на ребро аквариума. Есть в комплекте вот такие кошерные совершенно крепежики из нержавики. Я сейчас собирать целиком не буду, так примерно, прикинем. Ну, наверное, как-то это вот так завинчивается, и он сюда вешается. Ну, как-то так. Ну, ладно, это не суть. Хотя вот штука приятная. Вот это очень-таки вкусные нержавеющие кронштейны. И к самому интересному сейчас. Сам прожектор. Ну, вот так он выглядит. Ну, на ощупь такой довольно китайский, то есть пластиковый корпус. Можно было бы, конечно, металлический сделать. Хотя при такой цене небольшой, в общем-то, и норм, нормально. Так, без заусенцев, нормально, качественно сделан. Пластиком этим фенольным не воняет. Здесь установлена матрица с тремя каналами. Один белый канал. Производитель говорит, что он на 80 Вт. Один зеленый на 10 Вт. И один красный на 10 Вт. И они все вот этой крутилкой регулируются. Вот, еще в комплекте есть кабель, которым можно соединить несколько светильников. Вот у меня на этом аквариуме будет три таких светильника, да. И можно соединить эти светильники, кабели между собой и управлять с одного светильника всеми остальными. Такая история. Сейчас подключу и заценим, как он вообще светит. Так, вот это я подключил. И он сейчас, наверное, не на максимум стоит. То есть, чтобы регулировать все это, каждый канал, вот тут есть Light 1, Light 2 и Light 3. Первый зеленый канал, вот я выкручиваю на максимум. Ну, видно, да, с зеленцой. Дальше. Нажимаем опять эту клавишу, включается второй канал белый. Вот он самый мощный. И тыкаем третий, добавляется красный канал. Ну, вот как-то так светит. Я посмотрю еще, как это будет в аквариуме, но вот так вполне себе, ну, довольно ярко. По мощности я могу сказать, что, ну, наверное, около 100 ватт и есть. Потому что я сейчас снимаю, у меня видеосвет стоит, он на 100 ватт как раз. Ну, у меня фирменные там все дела. Вот, то есть, там можно верить. Но вот этот не слабее светит. То есть, так довольно ярко. Значит, можно... Сейчас попробуем все каналы убавить на минус. Так, это зеленый на минус. Белый. Вот. Ну, вот остается красный. А вот я его скрутил. Первый красный. Зеленый и белый. В общем, как-то так. Предполагается, что светильник крепится на две точки. То есть, вот у него по бокам на корпусе такие ушки. Одно и второе. И сюда можно пропустить либо тросик, либо установить вот эти модные кронштейны из нержавейки. Вот, забыл сказать еще, что охлаждение у светильника активное. Там стоит кулер. Довольно шумный. Но, в принципе, если не гонять его на 100%, то я думаю, что он будет редко включаться. Вот. И два гнезда для передачи сигнала. В общем, вот такая штука. Подводя итог, скажу, что светильник мне в целом понравился. Особенно за свои деньги. То есть, получить 100 ватт за 10 штук, это, в общем-то, довольно вкусная цена. Не знаю, сколько он будет работать, но довольно надежно все. То есть, обычно ломается блок. Блок тут надежный стоит. Охлаждение. Бывает, эта матрица диодная перегревается. Охлаждение тут тоже есть. Регулировка по каналам есть. Ну, в общем-то, годится. Вот. Но, если вы там начнете говорить сейчас «Китай» и всякое такое. Да, Китай, но, опять же, цена-качество. А если вы, например, «Мажор», то совершенно искренне рекомендую вам светильники марки «Кесел». Там, по-моему, 40-ваттный светильник стоит 25 штук. И то его надо купить в Америке. Плюс сюда привезти. Там, понятно, другое качество, но и ценник, получается, в 4 раза выше. Да, потому что мощность в 2 раза меньше и ценник в 2 раза больше. Вот. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор. Пишите комменты. Увидимся в новых видосах. А вот еще что. У нас сейчас мы с Вадимом делаем просто крутейший проект. Это будет «Морской риф». Мы делаем сейчас банку. Там небольшая банка на 800 литров, но она из девятнашки, из оптивайта. И там просто вот тысячка. Прямо очень красиво все будет. Так что подписывайтесь, не пропускайте видео. Все, пока. Продолжение следует...